Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. А в нашей студии сегодня Михаил Невдох, председатель регионального отделения ДОСАФ России. Добрый вечер еще раз, Михаил Александрович. Добрый вечер. С наступившим вас Новым годом. Спасибо, взаимно. Всех вам благ в Новом году и больших успехов в вашей телекомпании. Приятно начинать с таких слов нашу с вами беседу. Вы подводите итоги по пятилеткам. Последняя завершилась. Какие главные цифры можно сегодня озвучить? Вот, в частности, по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы. Мы ее нарастили. У нас мы на 48 единиц увеличили количество техники. У нас приобретено новой техники. Только вот до пяти лет у нас сейчас 63% машин. Мы только в 2014 году приобрели 29 машин. Из них половина это иномарки. То есть парк обновляется, который будет влиять на качество подготовки водителей. У нас сейчас в качестве инструкторов практического обучения вождению, по положению, наряду с теми, которые дальше работали, мы сейчас принимаем только, которые имеют высшее образование, которые проходят соответствующую подготовку. Сейчас констатируем, что доход у нас сейчас за 120 миллионов. То есть мы его увеличили достаточно. Мы за то, чтобы мальчишки с удовольствием занимались в секциях, в кружках и меньше сами себе были представлены на улице. У нас вот единственный здесь, который работает бесплатно в Рязани, это стрелковый тир и здесь на новый пневматический тир и на улице Горького. Если мы говорим о военно-патриотическом воспитании, то здесь сразу дело. На первое, первое десятого года мы только в двух муниципальных районах области имели наши местные отделения. Сейчас у нас 23 местных отделения. Сейчас у нас 125 первичных отделений. Это школы, это предприятия промышленные, это сельхозпредприятия. Подготовка защитников отечества – это одна из основных задач. Вот мы за пять лет более пяти тысяч подготовили специалистов для армии. Молодые ребята, придя к нам, получили основы военной службы, получили воинскую специальность. И с этой воинской специальностью уже приходили в армию и сразу начинали военную службу. А это ребята, которые приходят с посылом продолжить дальше военную карьеру или действительно для того, чтобы вот в определенный период было полегче? Он может приходит в ДОСАФ, его приводят вернее, и у него больше пацифистских взглядов и настроений. Но пообщавшись в нашей среде, пообщавшись с нашими преподавателями, с инструкторами, они несколько уже до ворот определенную имеют в мысли. И вот когда заканчивается обучение в течение трех с половиной месяцев, и они уходят, и мы опять анкетирование проводим, мы получаем совсем другой результат. И я считаю, вот польза для ребятишек, вот нашей организации в этой связи достаточно хорошая и большая. Сейчас сложное время, и нужно постоянно делать что-то, чтобы приносило, естественно, прибыль и позволяло как-то корректировать правильно свое время. Специальности, которые дает ваша организация, они позволяют все это сделать? Ну, безусловно, по крайней мере... Они востребованы, они хорошо оплачиваются? Да, как работаешь, как работаешь, так и получаешь, в принципе, как и везде. Но вместе с тем, причем следует отметить, что по военноучетной специальности, допустим, военный водитель различных категорий, мы же бесплатно проводим обучение. То есть мы за счет государственных средств и собственных средств организации оплачиваем это обучение. То есть здесь важно просто мотивация молодого человека познать эту профессию, хорошо ее освоить. Он получает бесплатную специальность, он идет в армию, он получает практические навыки первичные, укрепляя то, что он здесь получил в теории. И, конечно, через год после армии он возвращается, он уже подготовленный специалист. И он в состоянии пойти на достаточно хорошую оплачиваемую работу, показывать хорошие результаты и, естественно, кормить свою семью. Может, это будет несколько нескромно, но я должен сказать, что наша организация является одной из лучших в России. Мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе. По итогам 2013 года наша организация занимает шестое место в России. Но вот это опять же говорит о том, что вы пережили вот эту ситуацию с новым программным обучением, когда многие сдались. Расскажите, как все это проходило у вас? Да, действительно, с 11 августа прошлого года введены новые программы подготовки водителей. Для обучения по новым программам подготовки водителей различных категорий и подкатегорий, их всего 16 сейчас установлено. Значит, необходимо было получить согласование программ обучения и получить заключение соответствия учебно-материальной базы в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Требования достаточно жесткие. Я считаю это правильное. Школы-однодневки, которые только собирают деньги, они дают достаточной подготовки, они должны уйти с рынка услуг. Это, прежде всего, безопасность дорожного движения. Это другие показатели. Поэтому проведена большая работа. По крайней мере, на 30 декабря прошлого года все 14 организаций области, которые занимаются подготовкой водителей различных категорий, получили такое заключение. То есть мы сейчас легитимны, мы работаем в правовом поле. И учебно-материальная база у нас, ну, она достаточно современная. Подтверждением этого является и то, что в мае прошлого года на базе нашей организации проводился всероссийский сбор руководителей региональных отделений ДОСАФ России и Рязанской области. Проводилась международная конференция по безопасности дорожного движения, где рассматривались вопросы безопасности, то есть качественной подготовки водителей. И проводилось заседание Общественного совета Министерства обороны. Такой житейский вопрос. Вы уже упомянули, что наблюдаете за ситуацией на дорогах, как ведут себя водители, особенно новоиспеченные водители. Вот мне становится страшно. Даже когда автомобиль меня пропускает, я задам себе вопрос несколько раз, стоит ли оно того. Что бы вы посоветовали молодежи, которая сейчас будет получать права? Потому что какой-то стереотип такой сложился, главное, чтобы они были. А что там остается в голове, как приложение к этой корочке, мне кажется, это уже как-то ушло на второй план, что совершенно неправильно. Вы понимаете, это действительно проблема очень... Это беда. Беда. Это не проблема, это беда. Вот. Необходимо полностью менять стереотип мышления вот этой публики, я так ее назову, которая так безобразно относится. Вот. К получению и вообще к профессии водителя. Ведь раньше у нас было понятие любитель водитель, да? А сейчас не любитель. Сейчас вот эти новые программы предполагают, что участник дорожного движения. Вот. И ты несешь сейчас и программы, и срок обучения увеличился, и теоретическая часть расширена, и водительские, то есть и практическое вождение, часы увеличивается, вводятся другие. Но из-за количества автошкол получается, что рвут вот этот контингент на части, и практически никто не дает ничего, кроме какого-то основного костяка. Вы понимаете, здесь, здесь должны свое слово говорить те, кто должен осуществлять надзор в сфере подготовки водителей. И, конечно, самые предъявлять жесткие требования. Самые жесткие требования. Необходимо вот психологию вот этого парня или девушки, которые пришли учиться, вдолбить в конце концов, что это не просто его безопасность движения, то есть его безопасность, его жизнь. Но это безопасность других, в том числе и пешеходов, в том числе и других участников движения, которые сидят за рулем. Это этика, это культура. Это культура, совершенно верно. Это должно быть, вот, воспитываться, и очень правильно, что вот ГИБДД проводит работу по воспитанию, уже начиная в школах. Есть такое выражение. Водитель – это национальность. Вот когда вот это станет действительно вот руководством действий. Когда есть свой менталитет, и ты его придерживаешься. И ты его придерживаешься. Вот тогда вот национальность водитель. То есть мы все, мы все понимаем друг друга, мы все с уважением относимся друг к другу. Мы едины в действиях. Потому что задача одна – доехать без происшествий. Да не просто доехать в происшествии, и не составить еще никому никакой беды. Вот в чем дело. Поэтому вопрос, конечно, это очень и очень важный. И я думаю, что вот те школы, которые сейчас получают легитимность в плане подготовки водителей, они будут акцент делать. А те органы, которые должны надзирать в сфере подготовки водителей, они должны жестко за этими вещами следить. Иначе беда, просто беда. Что творится на дорогах? Правильно вы говорите? Ведь выезжаешь на перекресток. Я сам люблю ездить, и за рулем часто сам нахожусь. И когда зеленый у меня сигнал светофора, я не еду. Я сначала постою, посмотрю, а не летит ли какой-то мастер большой, для которого сигналы светофора не существуют. А оно есть ведь. Хочется верить, что нас с вами услышали. А если наши телезрители что-то пропустили, они увидят все на сайте город62.тв. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова